Я считаю, что я могу очень коротко остановиться на том, что я уже отговорил вам на первую лекцию, и мы переходим к второй лекции. Значит, краткое содержание первой лекции состояло, во-первых, из характеристики курса и моих советов как серьёзно слушающим людям, тем, кто хочет что-то в этом понять, как построить свои дальнейшие занятия осенью. Надеюсь, всё мы прочитаем к осени. Я имею в виду меня, Артёма, который делает записи, и вас всех, которые слушают, и за это вам благодарен. И, может быть, кто-то из вас будет уже сегодня записывать. И я очень заинтересован в грамотных записях. Договоритесь друг с другом об этом. Это была первая половина лекции. Во второй половине я перешёл уже к содержанию. А именно, я стал говорить не просто о курсе, о том, чем я интересуюсь в курсе, там, соотношение современности и прошлого и так далее. А теперь уже я перешёл просто к изложению содержания моего курса семиотической антропологии. То есть антропология, которая интересуется всеми знаковыми системами человека, и как они соотнесены друг с другом, с человеческим обществом, с его историей и предысторией. Сегодня занятие касается предыстории. Основная тема сегодняшней лекции – соотношение биосферы, сферы жизни. То есть, иначе говоря, всего живого, что есть на Земле. Самые разные вещи мы не все знаем, и делаются какие-то потрясающие открытия. Вы знаете, что сравнительно недавно открыто, что существуют не только растения и животные. Но существуют архиобактерии. Это особая такая часть живого, которая, ну, очень древняя. А вы знаете, ещё есть какие-то вещи, которые между живым и мёртвым. Потому что вирусы, от которых мы страдаем все гриппом и насморком, но, к сожалению, какие-то люди страдают от вирусов также и раковыми заболеваниями. Но так или иначе, вирусы не имеют своего наследственного вещества, то есть ДНК. Они получают его от организма, на котором паразитируют. Но мы по биологическим данным знаем, что вирусы существуют очень давно, очень важны для человеческого генома. То есть мы с этим типом полужизни очень давно знакомы. А это полумёртвое, потому что это не обладает своей способностью размножиться. Эту способность вирус крадёт у нас. Так что это нечто мёртвое, что умеет кое-что украсть от живого, и тогда оживляется и убивает это, как правило, или как задача. Задача убить того, на ком я паразитирую. Вот это примерно благородная роль вирусов, которые поэтому очень сильно повлияли на нашу историю и предысторию. Теперь, как рано начинается биосфера. И вот здесь потрясающее открытие буквально последних месяцев. Я стараюсь так сделать, чтобы вы в этом курсе узнали те из новых открытий, которые мне кажутся несомненны. Я могу в чём-то ошибиться, и те, кто их объявляет, что они сделали эти открытия, некоторые ещё нуждаются в перепроверке. Но вот на сегодняшний день мне кажутся весьма вероятными выводы очень серьёзных учёных, которые исследовали некоторые странные виды жизни, которые следы оставили в морской воде. То есть в мировом океане. И получается, что возраст древнейшей жизни почти равен возрасту Земли. Ну вот отсюда следует очень много разных выводов. Я ничего не буду говорить сейчас о Земле, о том, что думаю, это её происхождение. Вот если вас заинтересует, ну читайте прежде всего Вернацкого, нашего действительно великого учёного, который сам был специалистом именно по химии геосферы, то есть земной сферы. И у Вернацкого вы всё найдёте. Сейчас об этом просто не говорю, отсылаю желающих к книге Вернацкого, ну или ко множеству других руководств по геологии и так далее. Значит, планета, Земля только что возникла внутри Солнечной системы. Тоже не буду говорить сейчас о том, как возникают системы вроде Солнечной, как развиваются звёзды. Это всё вы прочитаете у Шковского, Иосифа Давыдовича в его замечательной книге «Популярная. Вселенная. Жизнь. Разум». Она давно издана, но я очень вас прошу прочитать. По-моему, читать можно взахлёб. Я прихожу к Анне Андреевне Ахматовой, с которой имел честь не только быть знакомым, но просто дружил в её последние 10 лет. Она мне больше, чем на два поколения старше. Но она ко мне очень хорошо относилась. И она спрашивает, ну как, что вы читаете? Я говорю, я вот прямо ночами читаю взахлёб Шковского «Вселенная. Жизнь. Разум». Она говорит, достаньте для меня эту книгу. Я прихожу в следующий раз, оказывается, она уже достала, отторопилась, и уже её читают с восторгом тоже. Анна Андреевна Ахматова. Поэтому все вы, кто любит Ахматова, и кто... У меня есть один бывший ученик, который очень рукает Ахматова. Но независимо от того, как вы относитесь к Ахматовой, имейте в виду, что она зачитывалась Шковским, ну, и вам грех в него не заглянуть. Он рассказывает, как развиваются звёзды. Звёзды проходят ряд последовательных изменений, и в результате этого возникают планетные системы. Сейчас открыто очень много планетных систем. Вполне может быть, что наша планетная система, солнечная, не единственная, а такая, в которой появляется жизнь, может быть, даже разумная жизнь. Когда начались все огромные открытия в время моей научной молодости, лет 50 и больше назад, в это время весь мир был объят мыслью, что мы так много узнали, наверное, мол, вот-вот сейчас откроем инопланетян те следы разумной жизни, которые где-то есть во Вселенной. Искали, искали. Я сам участвовал. Я в нескольких космических проектах участвовал. В частности, я участвовал в одной из конференций, она была в Таллине, о возможности разумной жизни в других мирах. Я хорошо помню время, это время ссылки Сахарова сослали в Горьки. И вот в Шковке мой друг приехал из Москвы, мы встретились в вестибюле гостиницы в Таллине. Такая роскошная жизнь, кругом финские туристы, которые выпивают много, в Финляндии нельзя пить, а в Таллине они ездят и прохлаждаются с помощью наших напитков. Наших тогдашних, теперь эстонских напитков. Ишковский мне говорит, да, вот мы приехали на конференцию о разумной жизни, но вы знаете, что Сахарова сослали в Горьки, поэтому он не может приехать. Продолжались эти исследования, ничего не нашли. Радиоинженеры наши, американские и другие, с которыми я на этих конференциях знакомился, примерно наметили, на какой волне можно ловить, что если есть какая-то разумная жизнь, она такую-то волну начнет использовать для передач. Нигде пока ничего не нашли, поиск продолжается. Но Шкловский к концу жизни, он намного старше меня был, он к концу жизни во всем очень разочаровался и напечатал статью «Мы одни», о том, что наша жизнь, разумная жизнь, единственная другого такого общества, как человеческое, нет. Мне кажется, это очень важным выводом. Представьте, я об этом думаю почти непрерывно. Знаете почему? Потому что с некоторого времени я стал обдумывать проблему, насколько реально, о чем думают многие ученые, самоуничтожение человечества. Вы знаете, одно из объяснений того, что не нашлось инопланетян, что нету, в случае, в данный момент, в тот момент, в который мы обшариваем Вселенную. Вы знаете, что время так устроено из-за скорости света, что в огромной, бесконечной, в каком-то смысле, Вселенной, в какой мы живем, есть какие-то очень далекие уголки, и мы видим состояние видеть и слышать то, что происходит в этих уголках. И там другое время. И в частности, поэтому есть реликтовое излучение. Излучение, которое к нам приходит от момента Биг Бенга и сразу после. И поэтому мы знаем, какова была первая материя после Биг Бенга, из чего была скроена первая Вселенная, когда она только возникла. Вот больше 11 миллиардов лет назад. Мы все это знаем. Но поэтому мы знаем не ту Вселенную, которая в каком-то другом времени, может быть, существует параллельно. А мы знаем только те куски Вселенной, которые по скорости света могут быть с нами в каком-то смысле одновременно. Так вот, в этом срезе Вселенной в том, что сейчас наше, то есть то, что я вам говорю и вы меня слушаете, это называется по-человечески сейчас, теперь. Вот в этот момент, сейчас, теперь, нигде на других планетах, а планет обнаружено очень много, сотни, нигде на других планетах никаких признаков разумной жизни. Возможно, она прячется, она в других формах. Ну, может быть, прав Шковский в своей последней мрачной статье, где он писал «Мы одни». Почему, мне кажется, это так важно? Потому что человечество склонно к самоуничтожению, которое возможно, скажем, при атомной войне. Вот сравнительно недавно был конфликт разных стран, и участник этого конфликта сообщил, что он готов применить атомное оружие, если с ним не будут согласны. Ну, вот, вы знаете, любое такое заявление, конечно, может быть, просто дипломатическая болтовня, но если не болтовня, то очень страшная вещь. И даже Америка, даже президент Америки, Обама был испуган, и многие европейские, западноевропейские правительства были испуганы. Это ответственное заявление, что можно начать атомную войну, если при этом иметь атомное оружие. Довольно легко сжечь нашу планету. Вы можете усомниться. Вы знаете, я стараюсь вам рассказать то, что я подтверждаю жизненными фактами. Один из жизненных фактов, я сейчас не буду рассказать вам ничего секретного, предупреждаю. Всё, что я говорю, находится в пределах возможности открытые печати и в любой стране. Никаких тайн. Я ничего не хочу разоблачать. Никаких тайн не собираюсь открывать, выдумываясь и так далее. Мне пришлось быть очень близко знакомым. Не только с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Он был отцом водородной бомбы. Он был учеником, аспирантом Тамма. Учился с нескими нашими общими друзьями. И позднее я с ним познакомился и подружился. Вы знаете, половину проблем, которые я сегодня с вами буду обсуждать, вот этих проблем, эволюции звёзд и так далее, я обсуждал с ним, потому что мне так повезло, что я жил две недели с моей женой и её родителями. Позднее подвергнуты гонению были Лев Копелев и Раиса Орлова, хорошие писатели, которых Брежнев своим указом лишил советского поднанства, когда они поехали в гости к своему другу, великому писателю Берлю. Так вот, мы вдвоём с женой и двое её родителей оказались в Сухуме. Это было за год до ссылки Сахарова в Готхе. И Сахаров приехал отдыхать со своей тогдашней женой, Леной Боне, с которой мы тоже подружились. И мы в шестером ходили вместе в кино, ну как могли в туристическом городе развлекались. Пошли на абхазскую свадьбу моему аспиранту Ардзенба, который мой ученик, но при этом он хороший учёный. Сейчас, к сожалению, рано умер. Но он был очень хороший специалист в той области, в какой он под моим руководством занимался. Это хетология, наука хета. Он крупный специалист-хетолог. Сейчас мы издали три тома его сочинений в Сухуме вышли. Вы знаете, я вам похвалюсь. Я могу иногда похвалять, спросите, слабость. Мне сейчас дали абхазский орден. Абхазия независимая страна только с точки зрения её отношений с Россией. Но правительство независимой Абхазии наградило меня орденом за то, что я подготовил их первого президента Ардзенбула. Представьте, что мы в этой компании с Сахаровым ходили на свадьбу, которую устроил и нас пригласил в Ардзенбуле. Так что это было замечательно интересное время. Но Сахаров был сосредоточен на Большом взрыве, писал одну свою работу и сосредоточен на реликтовом излучении, поскольку реликтовое излучение пришло от того древнего времени. И я написал ему стихи, они напечатаны в моей книжке, стихи разных лет, но там даже я в самом тексте не написал, что это посвящается Сахарову. И, собственно, название восьмистейшее Сахаров Сухуна. Он же в гостинице. Сахаров Сухуна. Реликтовое излучение Обдумываете у берега, Быть может, в этом излечение Эпохи, чья болезнь истерика, Сквозь вас проходит Луч реликтовый, А мир ершится да щетинется, Как лес раздетый, Эвкалиптовый, Топорщащаяся у гостиницы. Вы знаете, Сахарову понравились эти стихи. Есть даже его письменное замечание о том, Что мне удалось что-то написать. Так что я был очень доволен, Что я его обрадовывался. Так вот, это о моём знакомстве С одним из создателей Русского замечательного, Очень умно построенного Оружия Из этой области опасное. Но я был Случайным образом, Также близко, домашним образом знаком С руководителем одного большого проекта. Я повторяю, что я никаких Государственных тайн сейчас не открываю. Сахаров получил свои премии За водородную бомбу. Это было открыто сообщено, Поэтому это не тайна. В меньшей степени широко известно, Но тем не менее, Тоже не является тайной, То, что одной из важных частей Атомного проекта в целом Руководил наш замечательный физик Юрий Борисович Харитон. Вот его я знал домашним образом. Он со мной довольно много говорил Об истории науки. И его очень волновал вопрос, Каким образом древние греки Знали уже, Что Земля вращается вокруг Солнца. То есть они принимали Систему Коперника. А потом от нее отказались И в течение почти двух тысяч лет Господствовал Птолемеевский принцип. То есть продолжали по-прежнему считать, Что Солнце вращается, Что Солнце вокруг Земли ходит. Знаете, как у Пастернака В ранних стихах, Что Земля, терпевшая Обхаживание Солнца, И ставшее Солнце Обхаживать потом. Вот Юрий Борисович очень волновал, И он меня, как специалиста подъемности, Спрашивал, неужели это так. Его вообще волновало очень многое По поводу истории, Истории науки, Истории нашего востоковедения. Как-то я к нему прихожу, Он говорит, ну, понимаете, Что случилось? Ввели войска в Афганистан. Это он руководитель Огромного военного проекта. И он говорит, понимаете, Ввели войска в Афганистан, Но ведь ни с кем не посоветовались. На заседаниях, которые Принимали это решение, Не было ни одного специалиста По Афганистану. Вы можете мне объяснить, Почему вы знаете востоковедение? А я действительно знал Институт востоковедения, Не получая денег, Среди трех работ, В которых участвовал, Имел также работу По руководству Маленькой группой, Которая занималась Новыми Ветерными, Несколько, Восточными языками. Поэтому я представлял себя. И я ему написал, Потом напечатанный, Уже во время Горбачева, Такой отчет, Что сделали с русской наукой О Востоке. У нас была замечательная наука. Вплоть до начала 30-х годов. Вплоть до Сталина. При Сталине Почти все крупные востоковеды Были арестованы. Вся молодежь востоковедческая. Среди нее просто гениальные люди, Которые успели начать. Начало было гениальное. Гениальная русская наука О Востоке была уничтожена. Россия вошла в Афганистан Без обсуждения этого Со специалистами. Потому что специалисты, Если еще были живы, То они были в лагерях и тюрьмах. Это то, что Россия обычно делает Со специалистами, Которые, тем не менее, Продолжают свою работу. Даже получая ничтожные деньги. Значит, сейчас на науку дается очень мало. И дается преимущественно Некоторым сомнительным организациям, Которые выведены за пределы Аэрокадемии. На ум, как Курчатский институт. Так легче красть деньги, Когда они бесконтрольны. Ну вот, это объяснение того, Что вылывало Харитон. Теперь я вам расскажу, Все-таки не про самого Харитона, А про его семью, Которую я хорошо знал. У него был внук. И внук был уже примерно В возрасте моих сегодняшних Младших служителей. И он отдыхал вместе с дедушкой. И они сидели ночью, Ну, поздним вечером. Над ними Изумительное звездное небо, Ясная погода. И дедушка говорит внуку, Ты знаешь, О чем я думаю, Когда я смотрю на эти звезды? Я пересказываю дальше то, Что мне рассказал его внук. Значит, Я оговариваю, Что в моих рассказах Есть разные стороны. Вот это я не сам испытывал. Это рассказ внука Харитона О том, Что по его словам Дедушка ему сказал В этот лирический момент Они сидят под звездным небом. Дедушка говорит ему, Я думаю о том, Что некоторые из этих звезд Не были звездами. Их зажгли. Если там были настоящие Атомные войны, То это могло кончиться тем, Что бывшая Звезда выгорает, Ну и получается Новая звезда. И эти новые звезды, Которые погибшие Цивилизации сгоревшие, Это может быть Часть тех звезд, Которые мы видим в небе. Когда я эту историю Рассказываю сейчас, Физики некоторые Начинают ругаться и говорят, Да не мог он этого сказать, Он же физик. Он не сказал ничего, Что противоречит физике. Понимаете, У нас нет опыта. Но, скажем, Вот у России По оценкам Иностранной печати Больше тысячи Атомных боеголовок В Америке Какие-то сопоставимые Количества. Сейчас я вам говорю, Что я служу только По открытой печати Разных стран. Поэтому совершенно не Привожу точно Цитат. Ну, сейчас Опубликованы данные, Что в Китае В данный момент 100 боеголовок Ядерных Достаточно для Уничтожения Большой соседней страны. Особенно такой страны, У которой Длинные общие Границы с Китаем. Но в Китае Сейчас Принят огромный Военный бюджет. Вы знаете, что Сейчас самая богатая И успешная Экономическая страна В мире. Они приняли Огромный военный бюджет. И кроме того Приняли план, По которому Будет построено Несколько десятков Станций Типа Чернобыля. Вы знаете, что На станции Типа Чернобыля Можно заготавливать Топливо Для Большого количества Атомных ракет. Так что Сейчас Возможность Самоуничтожения Самоподжения Земли Очень большие. Поэтому Когда Харитон Руководитель Одного из этих Проектов Он понимал Что его проект Очень нужен Потому что Нужно Как Сахаров Считал Нужно Противостояние Разных сил. Если встречаются Два Правительства Правительства В любой стране Обычно Бандитские. Если встречаются Два Бандита То Желательно Чтобы Каждый из них Был Хорошо Вооружен Тогда Один Бандит Подумает Прежде чем Напасть На другого Сахаров Военное Преимущество Наша Наука И техника Были На невероятно Высоком Уровне И тогда Ракеты Точно Попадали В цель Когда их Пускали Потом Наступило Такое Время Когда Ракеты Перестали Попадать В цель И тогда Те Кто Плохо Построил Получили Военное Повышение Титулы Ордена Деньги И мне Не завидую Ничьим Деньгам Но все Хочу Отметить Что В данный Момент Деньги платят Наиболее Бездарным Людям Которые Притворяются Ученым Поэтому Я все-таки Думаю Что возврат Советской Системе Необходим В том Смысле Что Крупному Ученому Должно Хватать На жизнь Его И его Семейство Вот это Нужно Обеспечить Я думаю Что Это Поможет В целом Сохранению Страны И ее Обороноспособности И так далее Вот это То что Я хотел Вам рассказать О том Почему Я решаюсь Говорить На физические Темы Потому что Опыт Моего Длительного И серьезного Общения С Сахаровым Харитоном Несколькими Несколькими Другими Группными Физиками В том числе С Великим Физиком Нобелевским Блориатом Ландау Вот этого Опыта Достаточно Для того Чтобы я Будучи Специалистом В совсем Другой Гуманитарной Сфере О которой Я читаю Лекции В то же время Вам мог Что-то Дельное Сказать О теме Сегодняшней Лекции Значит Последнее Что я хотел Сказать Переходя Уже Ранней Жизни На Земле Это Вопрос О том Как Могла Эта Жизнь Появиться Здесь Много Разных Теорий Шведский Замечательный Физик Арр Райниус В начале 20 века Высказал Ну Вслед за Некоторыми Другими Учёными Обосновал Идею По которой Существовала Пан Спермия Спермия Это Распространение Сперм Живого Существа Зародышей Живого Существа А пан Все То есть Во всем мире Во всей Огромной Вселенной Существуют Способы Распространения Каких-то Зародышей Живого Из-за Того Что Свет Имеет Все-таки Некоторые Ограничения В скорости То есть Он не может Идти Быстрее Чем Определенная Величина Как вы знаете Из-за этого Вселенная Устроена Таким Образом Что Она Очень Большая И мы Видим Только Ее Куски Вот Мы Видим В частности Какие-то Куски Вселенной Как они Были После Большого Взрыва И Возникают Разные Проблемы Проблемы Как Эволюционируют Звезды Я очень Прошу Еще раз Повторяю Прочитайте Школу Прочитайте Любую Книгу Об Эволюции Звезд В результате Звездной Эволюции Может Возникнуть Это Произошло Много Раз В разное Время Но Много Раз Во всей Вселенной Может Возникнуть Планетная Система Как Солнечная Система Но Вопрос А почему На Одной Планете Мы знаем Пока Только Одну Планету На Одной Планете Земля Определенно Есть Жизнь И Даже В ее Разумной Форме Как Мы С вами Но Почему Это Могло Произойти Значит Ренеус Предположил Что На Землю Пришли Какие То Части Вот Этого Общего Гигантского Процесса Панспермии То есть Иначе Говоря Попали Зародыш Вещества А в Свете Вот Тех Новых Открытий Которых Я Сказал Я Сказал Так В результате Эволюции Звезд Образовалась Солнечная Система Но Это Повторялось За Многих Местах Это Не в Одном Месте А в Одном Месте Одна Из Планет Внутри Систем Получила Кусочки Спермы Системы Зародышей Жизни Которые Носились И продолжают Носиться По всей Вселенной Вы знаете Некоторые Есть Аргументы В пользу Этой Гипотезы Есть Другие Объяснения Происхождения Жизни Но Сейчас Мы нуждаемся В новых Объяснениях Поскольку Вот совершенно Новый Факт Что Земля Изначально Практически Имела Какую-то Жизнь А это Значит Что Вот эти Зародыши Жизни Попали на Землю Откуда-то А значит Жизнь Возникла Где-то И на это Пока у нас Нет Ответ То есть Вообще Наука К сожалению Дает Хорошие Ответы На Только На Вопросы Про которые Мы знаем Что они Очень важны Но часто Ответы У нас Неточные У нас Нет Точного Ответа Как Возникла Жизнь На Земле Каким Образом Прав ли Араиниос Верно ли Что Пансфермия Коснулась Земли Скорее После Ее Возникновения Как Отдельной Планеты Это Все Будет Исследоваться Дальше Я надеюсь Некоторые Из вас Доживут До каких-то Новых Интересных Открытий Оказывается Часть 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 Того Что Я Говорю Будет Уже Казаться Старомодным Ну вот Старомодным Образом Мы Сейчас Представляем Себе Дело Так Был Мировой Океан Большая Часть Планеты Была Покрыта Океаном В Океане Были Какие-то Первые Живые Существа Проходят Очень много Времени Они Начинают Выползать На сушу Возникает Не только Водяная Жизнь Но и Жизнь На сушу Может быть Окажется Что она Тоже Давно Существует Не знаю Просто Не знаю И Дальше Начинается Развитие Жизни Значит Я собираюсь Сейчас И Немножко В следующей Половине Этой Сейчас Я читаю Вторую Лекцию Во второй Половине Второй Лекции Собираюсь Немножко Рассказать О части Эволюции Живого Значит Меня будет Интересовать Часть Эволюции Живого Которая Касается Только Одного Отдела Зоологии И Науки О животных Внутри Отдела Об Эволюции Животных Меня Будет Занимать То Как Эволюционирует Один Определенный Тип Живых Существ Этот тип Называется Приматы Приматы К нему Относятся Те существа Которых Мы называем Обезьяны Ну Это Макаки Разные Ну В Просторечии Мы Называем Обезьяны Но Существует Особый Тип Современных Обезьян Сохранился В основном В какой-то Реальной Части Африки И В небольших Частях Юго-Восточной Азии На границе С Тихим Океаном Больше Нигде Не Сохранились Это Тип Приматов Которые Довольно Близок Человеку Гениальный Создатель Современной Теории Эволюции Дарвин Заметил Что Вот эти Существа Похожие На человека Но в то же Время Они Могут Считаться Высшими Обезьянами Такие Существа Как Орангутаны Гориллы Шимпанзе Вот эти Существа Обнаруживают Очень большое Ходство С человеком Построив Общую Теорию Эволюции Дальше Дарвин Стал думать А какова Была Последовательность Как примерно Они Соотносятся Друг С другом Он Взял Записную Книжку Его Записные Книжки Меня Больше Даже Волную Чем Его Готовые Книги Готовые Писались Для Тогдашней Науки Где Он Сделал Много Наук Открытий С ним Били Много Споров Вы Знаете Что Споры Продолжаются И в Америке Продолжают Дискуссии Не противоречить Дарвин Святственному Писанию Вообще Будто Религией Наук Несовместимы Что По-моему Все Полная Чушь Да Но На самом деле Дарвин Был Верующий Человек Он Не Отрицал Много В Библии Но Тем Не Менее Работал На своей Силу Революции Он Записал В записной Книжке Не для Печати А для Самого Себя Последовательность В которой Развивались Высшие Приматы Просто Потому Как Вот Мы Сейчас Знаем И Видим Он Вы знаете Когда Был В вашем Возрасте Совершил Путешествие На корабле Библи Я вас Очень Прошу Посмотрите Эту Книгу У меня В детстве Это была Самая Любимая Книга Дарвин Путешествие На корабле Библи Он Объехал Весь Мир Так что Когда Он Пишет Об Обезьянах Он Реально Видел И Наблюдал И Вот Представьте Что Он Пишет Что Древний Тип Представлен В Орангутанах Знаете Что Орангутаны Живут В Его Восточной Азии На Границе Тихого Агьяна И Они Дальше От Человека Чем Другие Которых Я Сейчас Буду Говорить Вы Знаете Сейчас Эти мысли Дарвина Проверяются Генетикой Ее При Дарвине Не Было Знаете Как Менделеев Открыл Свою Систему А потом Физика Нашла Разные Математические Подробности Каковы Свойства Элементов Изотопы Варианты Примерно Так же Дарвин Построил Общую Теорию Эволюции А сейчас Она Была Подтверждена То есть Теория Дарвина Это Не Гипотеза Это Экспериментально Проверенные Так вот По идее Дарвина Рангутаны Действительно Очень Далеко Отстояли От человека А в Терминах Генетики Это Больше Одиннадцати Миллионов Лет Но Может быть Существенно Больше Может быть Значит Такой Бесспорный Факт Состоит В том Что Мы Не знаем Промежуточный Тип Промежуточный Организм Мы знаем Людей И о них Буду Говорить Знаем Какие-то Виды Древних Людей Которые Уже Ни на что Не похожи Отчасти Может быть Больше Похожи На этих Высших Приматов Но Физически Остатков Этих Промежуточных Типов Мы пока Не знаем Так вот Значит В том Что Древнейший Родственник Это Орангутан Вы знаете Орангутан На малайском Языке На языке Это области Азии Где они Возятся До сих пор Орангутан Это Орангутан Это значит Человек Леса Лесной человек Знаете Великий Английский Писатель Нашего времени Недавно Умерший Бёрджесс Автор Книги Механический Апельсин То что переводится На русский язык Как апельсин По-английски Orange И Уже знаменитый Бёрджесс Писал сам Это его утверждение Он лингвист Он изучал Специально Малайский язык Вот тот язык Откуда идет Слово Оранга Вот Оранга Утан И Поэтому Для человека Который знает И малайский язык Название Книги Бёрджесс Надо понимать Как он Автор утверждал Механический Человек То есть Тема этой книги Отчасти в том Как общество Затравливает Замучивает Человека Для того Что он Становится Механизмом Значит В малайском языке Который Использует Крупный Английский Писатель Вот Существует Слово Оран Орангутан Лесной Человек Генетика Показала Что действительно Орангутаны Очень далеки От нас Но вы знаете Поведение Удивительное Они Обладают Чем-то Что напоминает Наше чувство Юмора Они устраивают Такие театральные Представления Вроде сценок Что-то Изображают То есть Мы не можем Сказать Что там Нет ничего Похожего На Человеческие Системы Символов Знаков Уже есть Сделаем Следующий Шаг Посмотрим Дальше На ту же Записную Книжку Дарвина Что там Значит Он записал В один день Для себя Что между Низшими Обезьянами Там Макаками И Человеком Значит Самые древние По его Подсчётам Которые Подтверждены В точности Генетикой Но он Не знал Конечно Размеров В миллионах Лет Но Мы сейчас Примерно Намечаем Следующий Шаг Это Гориллы Гориллы Исключительно Умные Существа Некоторые Знаки Которыми Обмениваются Гориллы Довольно Напоминают Человеческие Знаки Например Если Две Гориллы Очень Хорошо Относятся Друг К другу При встрече Они Обнимаются Если Две Гориллы Знают Друг 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 Но Относятся Друг Друг С Некоторой Осторожностью Может быть Даже С Подозрением Когда Они Встречаются Они Почитают Сохранить Дистанцию Между Собой И Собеседниками И Поэтому Они Друг Протягивают Верхние Лапы Они Могут Стоять На Нижних Лапах И Здороваются Ну Так что Напоминает Наше Рукопожатие Только Если Они Не Очень Любят Друг Друг А если Любят То Обязательно Обниматься Если Горилла Очень Удивлена Чем Нибудь Что То Паразительное Происходит Горилла Разевает Рот И Высовывает Язык Это Может Показаться Странным Потому Что Ну Скажем Для Нас Высовывание Языка Это Неприятный Жест А это Вполне Такой Понятный Жест Но Представьте Что В некоторых Странах В Культурах Такие Жесты Есть Высовывание Языка Которое Имеет Какой-то Смысл Например В древней Китайской Литературе Описывается Как Удивившись Человек Может Высовывать Из Так что Гориллы Иногда Разительным Образом Напоминают Человек Идём Дальше Да Простите Гориллы Это Порядка Восьми Миллионов Лет До Нас То есть Это Несколько Миллионов После Рангутана Что Это значит Миллион Это значит Что В эволюционном Развитии Наследственного Вещества Происходит Такого Рода Мутации Что Организм Меняется Усложняется Становятся Доступными Многие Такие Действия Которые До этого Нельзя Образом Следующий Шаг После Варангутана И гориллы Это Шимпанзе Шимпанзе По-видимому Отделяются От нас Порядка Пяти Миллионов Лет Вот эти Все Цифры Будут Еще Перепроверены Генетика Новая Наука И Экспередентальная Генетика Новая Хотя Люди Сейчас Очень Зарабатывают Деньги На том Что Они Обещают Ваш геном Установить И так далее Не верите Ничему Этому Сейчас Генетика В самом Начале Поэтому Все Что я Говорил О генетике С одной Стороны Поразительно Это Изумительно Что создана Новая Такая Замечательная Наука Которая Начинает Нам Объяснять Развитие Жизни Но Но Это Только Самое Начало Но Примерно Пять Миллионов Лет Назад Возникли Существа Уже Очень Близкие К Человеку Шимпанзе Они Очень Близкие Человеку Есть Особая Разновидность Которая Предельно Близка К Человеку Их Называют Бонобо Я Вам Сказал Что Все Кроме Орангутанов Живут В Кратижальной Африке К Югу От Экватора Бонобо Сохранялось Не Очень Много Но Сохранилась Группа Их Иногда Называют Карликовые Шимпанзе На Самом Деле Они Отличаются От Шимпанзе И Отличаются Близостью К Человеку По Составу Белков Знаете Что В нашем Организме Любого Из Нас Довольно Большой Процент Белков По Составу Белков Бонобо Вообще Просто Неотличим От Человека Так Если Очень Широко Смотреть На Вещи То Вероятно Возникнет Вопрос А Нельзя Ли Считать Что Бонобо Это Просто Очень Низшая Но Форма Не Только Высшая Форма Примата Но Низшая Форма Кого-то Из Ливнейших Пролюдей Тех Откуда Уже Начинается Человек Приведу Вам Сами Можете Подумать И Конечно Прочитать Поверно Сейчас У нас Появилась Литература На Тему Которую Я Вам Коротко Изложу Это Тема Я Продолжу В начале Следующей Лекции Сегодня Очень Кратко Эта Тема Это Интеллектуальные Разумные Способности Высших Приматов Того Что Раньше Называли Человекообразные Обезьяны А Сейчас Мы Называем Антроу Антропоиды 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 По-гречески Человек Антропоиды Это Существо Близких Человек Значит Что открыто Нового Об антропоидах Буквально Все Что А именно Исследованные Возможности Насколько Антропоиды От Орангутана До Бонобу Насколько Они Способны В разные Периоды Эволюции Насколько Они Способны Обладевать Такими Системными Знаками Которые Характеризуют Человеческую Культуру С антропологической Точки Звения Можно ли Подойти К культурам К тому Что можно Назвать Культурами У этих Живых Существ Ответ Положительный Ответ Что Можно Найти Способ Общаться С каждым Из этих Интересных Типов Наших Видимо Далеких Родственников Я Должен Заместить Что основные Открытия Сделаны В Америке Я буду В основном Говорить О том Чего Добилась Американская Зоопсихология Психология Животных Но Идея Что Можно Обучить Обезьяну Примата Человеческому Языку Была Высказана Наша Как много Других Замечательных Мостей Оправдавшихся Была Высказана Нашим Великим Психологом Львом Семеновичем Выгодским Мы В этом Году Вот этой Осенью В ноябре Отмечаем Его 120 лет Я Руководитель Работы По Организации Конференции Я Всех Приглашаю Приходите Обязательно На конференцию Среди Больших Достижений Выгодского Есть Его Короткое Замечание О том Что Он Полагает Что Такой Тип Примата Можно Обучить С Некоторым Некоторым Человеческих Знаков Трудность Состоит В том Что У них У всех Немножко По-другому Построен Рот И Все Внутри Рта И Вокруг Рта Для Для того Чтобы Мы Говорили Членно Раздельно То есть Чтобы Вы Воспринимали Каждое Слово Мое Вы Должны Слышать Что Оно Состоит Из Отдельных Звуков Фонем И Вы Должны Уметь Различать Фонемы Их Немного Их Меньше Став В любом Языке Но Человек Отличается От Всех Животных В том Числе От Всех Антропоидов От Всех Подобных Человек Отличается Тем Что Человек В состоянии Различать Разные Звуки Для Этого Нужно Иметь Особое Стоит Рта Полости Носа Это Вам Полости Фарингальной Вот Эта Вся Система От Гортания До Носа Это Особенность Человека Поэтому Существа У которых Нет Этой Человеческой Части Черепа И Соответственно Того Что На Кости Черепа Накладывается Вот Эти Существа Произносить Наши Звуки Не Произносить Не Могут Наши Звуки Поэтому Приходится Придумывать Другие Методы Значит Можно Обучить Высших Приматов Начиная Сарангутанов Можно Обучить Языку Жестов Например Языку Глухонемых Поскольку Опыты Производились В Америке Был Использован Опыт Использование Жестов Для Было Использовано Знание Жестов Которыми Пользовались Американские Глухонемые Ну Вы знаете Да Он Всем Случалось Жизневедичное Человек Не может Говорить И Слышать Но Он Делает Жесты И Специалисты Его Хорошо Понимают Есть Даже Специалисты По Переводу Один Человек Говорит Слышать А Другой Жестами Пытаются Пытаются Перевести И Нас Это Хорошо Разница Наша Дефектология Благодаря Володскому Его Помощникам В 20-30-е Годы Была Замечательная Наука Потом И Всех Травили Преследовали Партия Была Против Ну И Так Далее Ну Тем Не Менее Это Был Короткий Эпизод Ну Как Вот Сейчас Короткий Эпизод Когда Науке Не Дают Деньги Я Даже Не Знаю Может Это Более Даже Такой Хитрый Способ Подавить Науку Но Тогда Был Дело Не Только В Деньгах Все Ученые Жили Плохо Это Было Блаженные Времена Иосиф Виссарионович Таким Образом Мы С вами Пока Доехали До Того Что Высшие Приматы Могут Быть Обучены Человеческим Языкам Жестов Я Начну Следующую Лекцию После Очень Корот Следующую Наш Сеанс То есть Я Начну Вторую Половину Второй Лекции Очень Краткая Характеристика Того Что Я Сам Испытывал Когда Я Увидел Характер Разговора Жестами Между Человеком Учителем И Молодым Аран Аран Бутаненком Ребенком Которого Обучили Языку Жестов Вот Это Значит Следующую Лекцию Внутри Общей Темы От Биосферы К Но От Сферы От Сферы Жизни К Сферы Разума К Сферы Разумной Жизни Следующую Лекцию Я Начинаю Закончания Моего Рассказа О том Как Антрополог Может Посмотреть И Как Вам Может Записать Что Происходит При Общении Высшего Примата От Учеными Человека Просто Я Сообщаю Что Такое Бывает На земле Один Африканский Диктатор Закусывал Своим Министром Как Некоторые Кусочки Откусывают Я Знал Нашего Великого Африканиста Ольга Роги Он Перевернувшись Из Африки Мне Рассказал Что Его Потрясает Насколько Поведение Бывает Отличным От Обычного Цивилизованного Человечества И Чтобы Понять Что Среди Нас Ходят Еще Не Полностью Доделанные В Людей Орангутаны Гориллы Понимаете Мы Даже Обидим Этих Выродков Которые У нас Попадаются Но В них Генетически Больше Черт До Человеческого Ну Что Наверное Человек Даже Не Виноват У него Такая Генетика Мутация Произошла Благодаря Мутации Он Делает Большую Карьеру В Некоторых Странах Становится Президентом В Другой Стране Становится Премьер Министр Потом Они Начинают Воевать Друг С Друг Пытаются Погрузить Нас Всех В Этот Мир Ханнибалов Людей Съедающих Друг Друг Это Называется Военной Всякие Военные Действия Это Несомненно Действия Наследованные До Человеческого Времени К этому Я Перейду В Следующий Раз Спасибо Другой 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 Другой